Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас местописание, однако сохраняющее в себе великую тайну взаимоотношений Бога со своим народом. Матфея, глава 5, стихи 45-48. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Из этого повеления следует, что сынами Небесного Отца может называться и быть только та категория людей, которая отвечает требованиям, присущим совершенству Небесного Отца. Учитывая же, что это повеление адресовано Христом своим ученикам, следует, что подтверждением того, что мы являемся детьми Божьими, является достоинство ученика. Далее из этого повеления следует, что в силу своей исключительной особенности, оно возведено для детей Божьих в ранг высочайшей заповеди. Однако, без помощи Святого Духа выполнить это повеление практически возможностями человека невозможно. И именно выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди как раз и призвано выявлять из множества людей, званых ко спасению, подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. Это видно из многократных заявлений Христа, которыми Он часто подводил итог многим Своим притчам о Царстве Небесном. Вот одна из них, Луки 14, 24. «Сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Еще одна притча, Луки 13, 23, 24. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся? Он же сказал им, подвизайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо многие поищут войти и не возмогут». То есть, мы видим с вами, это я только привел два места, а ими пестрит все священное Писание о том, что званые, множество званых, которые сегодня переполняют все церкви, все костелы, все молитвенные дома, на самом деле следуют в преисподнюю. И только малое число избранных из этих людей наследует Царство Небесное. То есть, следовательно, быть Сыном Небесного Отца – это обладать совершенством, присущим Небесному Отцу. Некоторые говорят, мы несовершенны, некоторые, напротив, будучи несовершенными, утверждают, что они совершенны. Совершенство, о котором здесь говорится, по своей направленности выражается в оружии света, потому что Он говорит, будьте такими, как Отец, который повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми. Поэтому это совершенство выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы, то есть, светиться, быть святым и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину Творца. То есть, являя милость сосудом милосердия и гнев сосудом гнева. И если же человек полагает, что он является Сыном Небесного Отца, но не облечен в оружие света, присущего Богу, то он не способен будет отличать широкие врата от тесных врат. В силу этого его сыновство будет находиться под весьма большим вопросом. Ведь многие люди думают, что они идут узкими вратами, узким путем в небеса, в то время, когда идут широким путем. Поэтому, чтобы исследовать и дать определение оружию света, в которой и облечен наш Небесный Отец, мы остановились на исследовании учения воскресения из мертвых, в котором сосредоточены все функции света, присущие нашему Небесному Отцу. Потому что слово воскресение также означает слово свет. В Библии, которая была переведена впервые слово воскресение или слово свет, было сказано, да будет воскресение. Потому что слово воскресение и слово свет, они идентичны. Мы отметили, что функции света в дисциплине воскресения, как высшей степени проявления силы Божией, во-первых, многолики, многозначны, многогранны, многообразны и многофункциональны. И, во-вторых, функции света в дисциплине воскресения, как высшей степени проявления силы Божией, сфокусированы, сосредоточены и персонифицированы в личности Иисуса Христа. А это означает, что функции света в дисциплине воскресения действуют исключительно во Христе и через Христа. Иоанна 8, 12, «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Когда Иисус покидал этот мир, Он обратился к Своим ученикам и сказал, «Вы свет миру». То есть, таким образом, Он передал мандат, чтобы теперь они могли быть светом. Что-то нужно, чтобы быть светом, только будучи светом, мы являемся вершенством Небесного Отца. Иоанн 11, 25, «Иисус сказал, «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». Воскресение – это и есть тот свет, когда мы ходим в этом свете, в этом воскресении. И следующий вопрос, каким образом призвано воздействовать на нас персонифицированный свет в дисциплине воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу, мы отметили, что изначальное призвание, которым призван воздействовать на нас свет в дисциплине воскресения, чтобы привести нас в совершенство, выражается в пребывании во Христе. И это означает возродить нас из мертвых к купованию живому. Именно это делает воскресение Иисуса Христа. Оно возрождает нас к купованию живому, что означает помещает наше сердце Христа. 1 Петра 1, 3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к купованию живому». Исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели пять составляющих в назначении дисциплины воскресения, призванной воздействовать на нас в сфере нашего живого упования на Бога. И сосредоточились на исследовании 6, выраженной в том, чтобы посредством веры нашего сердца воздвигать всякое обетование из смерти и обращать его для нас самих ко спасению. Римлянам 10, 9, 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть своим Господином, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Я напомню, что на языках иврита и греческого слово «спасение» включает в себя совокупность всех обетований Божиих, содержащихся в Клятвенном Завете человека с Богом или Бога с человеком, в котором Бог в буквальном смысле слова поставил себя в полную зависимость от своих обещаний и взял на себя клятвенную ответственность исполнить все свои обещания, которые Он пообещал в Завете с человеком. При условии, оговоренном в Завете, что человек со своей стороны будет исповедовать своими устами Иисуса своим Господом и веровать своим сердцем в то, что обращать всякое обетование ко спасению Он может и призван не иначе, как только воскресением Иисуса Христа или в воскресении Христа через Его воскресение. В нашей практической жизни эти два условия возведены Писанием в ранг основополагающей заповеди, исполнение которой возможно при одном условии, когда эта заповедь будет помещена в наше сердце в формате веры Божьей. Исходя из данной концепции, исповедание Иисуса своим Господином посредством сердечной веры, а также исполнение всякого обетования воскресения Иисуса Христа является для человека выражением совершенной воли Божьей, обращенной им в беспрекословный и незыблемый закон. Для Бога же всякое конкретное исповедание сердечной веры человека дает возможность исполнить для человека всякое конкретное обетование, сказанное им ранее. Посредством исповедания веры Божьей, пребывающей в нашем сердце, мы облекаемся в совершенство, выраженное в оружии света, присущего нашему Небесному Отцу, и таким образом творим правду, обусловленную волей Божьей. В силу такой судьбоносной для нас концепции, содержащейся в исповедании веры нашего сердца, воскресения Иисуса Христа, вменяемой нам в совершенство присущего Небесному Отцу, мы пришли к необходимости рассмотреть, во-первых, происхождение и природу исповедуемого нами слова, во-вторых, назначение исповедуемого нами слова в отношениях с Богом, в-третьих, условия необходимы для исповедания веры своего сердца, и, в-четвертых, результаты, которые последуют после исповедания веры сердца. Отвечая на вопрос первый, что такое слово, откуда оно произошло, какими характеристиками оно наделено в Писании, мы обратили внимание на то, что в Писании сказанное Богом слово выражается в различных форматах. Например, это слово, высказанное Богом в громовых раскатах или звуках, открывающие величественные дивные намерения Бога, когда Бог впервые заговорил и сказал, да будет свет, да будет воскресенье, и стало так. То есть материальная вселенная стала живой. Во-вторых, это слово, которое может быть сказанным Богом в самом себе или самому себе. Равный человек наделен способностью говорить в самом себе, как самому себе, так и Богу. И такое слово обуславливается в Писании тайной комнатой человека. При условии, если его доброе сердце чисто, то слово будет работать в тайной комнате, слово веры. Если же его совесть запачкана, то слово в тайной комнате не будет работать. Тайная комната работает только тогда. То есть концепция тайной комнаты работает только тогда, когда человек говорит сам в себе, в добром сердце и совесть очищенная. В-третьих, это слово, записанное Богом внутри и отвне, в Его живую персонифицированную книгу, то есть в самого Христа, так же в нас, как последователей Христа, запечатанную семью печатями, облекающие носителя этого слова оружием света. В-четвертых, это слово, которое бы условлено форматом образа, сути действия которого мы можем видеть как в своем воображении, так и наяву. Как мы с вами говорили, когда мы слышим какое-то слово, у нас рядом с этим словом возникает образ этого слова. Мы говорим небо, и у нас возникает небо. Мы говорим хлеб, и у нас возникает хлеб. Мы говорим книга, и возникает книга. Мы говорим человек, возникает человек и так далее. Каждое слово, произнесенное будь то Богом или человеком, обладает различным статусом, в зависимости от того, кто является его источником или же кто является господином этого слова. Слова Божии – это материал, из которого были созданы как невидимые духовные сферы, так и видимая Вселенная, включающая в себя небо и землю и все, что наполняет их. Слова Божии – это структурные блоки Вселенной. Иоанна 1, 1, 3 подчеркивает эту мысль. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него, то есть через это Слово начало быть, и без этого Слова ничто не начало быть, что начало быть. Таким образом, мы видим, что Слово Божие – это материал, из которого создана Вселенная, все, что ее наполняет, и мы с вами. Бытие 1, 26. «Когда Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над всею землею, то практически Он передоверил этот строительный материал человеку, чтобы человек посредством своих исповеданий, исходящих из веры своего сердца, в то, что Иисус является Его Господином, и что Он воскрес для нашего оправдания, мог из этого строительного материала, в предмете исповедания веры своего сердца, устроять из себя дом духовный и священство святое, чтобы приносить в этом устроенном им доме духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». 1 Петра 2, 5 подчеркивает эту мысль. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». И мы можем это делать только посредством исповедания веры своего сердца. В то, что Иисус, а не кто-то другой и не что-то другой, является нашим Господином. Ни деньги, ни слава, ни ученость, ни муж, ни жена, ни церковь, ни дары, ни благословения. А именно Он является моим Господином. И я действительно верю, что Он воскрес для моего оправдания. Именно только это может созидать меня в дом духовный. Каждое слово – это определенный вид орудия, как для созидания и устройства, так и для разрушения. Слово Божие может разрушать и созидать, и слово человека может разрушать и созидать. Каждое слово – это уникальный инструмент для выстраивания отношений, как человека с Богом, так и человека с человеком. Каждое слово в зависимости от рода источника – это либо целительный бальзам, либо отрава и яд. Каждое слово в первую очередь является сетью для того, кто его высказывает или высвобождает. Как притчи говорят, ты пойман словами уст твоих. Каждое слово, высказанное человеком, так же Богом, ставит высказывающего в зависимость от сказанного им слова. Вот почему, когда Бог высказал свои слова, Он стал зависимым от своего слова, и теперь Он обязан его исполнить. И Он обязан только пред Своим словом, но не перед нами. Каждое слово является семенем, потому что слово – это семя, способным производить тот плод, генетика которого находится, или природа, которая находится в семени этого слова. Каждое слово – это определенный вид оружия, которому нет аналогов как в видимой, так и в невидимой вселенной. Каждое высказанное слово сеет и производит либо мир, либо вражду и разделение. Каждое слово в зависимости от рода источника – это действие либо закона жизни, либо закона смерти. Каждое же слово Бога в отношении человека – это то орудие, которое призвано разрушать царство сатаны внутри человека, а также то самое орудие, которое на месте разрушенного царства сатаны призвано созидать внутри человека царство небесное. В силу такой многоликой и многофункциональной констатации в Писании каждое слово Бога равно, как и каждое слово веры, исходящее из сердца детей Божиих, во-первых, как мы с вами уже отмечали, имеет свой определенный источник, определенный вес, определенную цель, определенную скорость, определенный звук, определенный образ, определенный цвет, определенную температуру, определенный запах, определенные полномочия, определяет достоинство и статус своего Господина, представляет интересы своего Господина. Совокупность этих составляющих призвана соделать исповедание веры нашего сердца таковыми, что полномочия наших слов будут равны полномочиям слов Бога. Потому что через исповедание нашей веры Бог получает право исполнять для нас то, что обещал в Своем Слове. А мы при исповедании такой веры получаем возможность возвещать совершенство, присущее нашему Небесному Отцу. В определенном формате мы уже рассмотрели 7 характеристик, обуславливающих как Слово Бога, так и Слово веры, и остановились на исследовании 8 характеристики – это определенная температура всякого исповедуемого слова. Которого, как мы с вами отметили, зависит от степени нашего отношения ко греху и от степени нашего отношения к истине Слова Божьего. Откровение 3.14.22 «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верны и истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была сормота ноготы твоей, и глазную мазью помашь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквам. Исходя из данной пророческой констатации, определение температуры исповедуемых нами слов обуславливается тремя режимами – холодным, горячим и теплым. Далее мы пришли к выводу, что если исповедание веры Божией исходит из нашего доброго сердца, то оно будет соответствовать двум температурным режимам – холодному или горячему. В то время, как исповедание, исходящее из сердца недоброго, но думающего о себе как о добром, определяется теплым, в силу этого температуры исповедуемых нами слов зависит от степени температуры нашего сердца, так как Писание свидетельствует, что каким будет наше сердце, точно такими будут и слова, исходящие из сердца. То есть, потому что от избытка сердца исходят слова. А, следовательно, точно такими же будем мы сами. И именно слова, содержащиеся в нашем сердце, исходящие из нашего сердца, определяют и измеряют степень нашей холодности или горячности, необходимых для наших правовых отношений с Богом и Его неизменными постановлениями. Мы отметили, что добрый человек, который познается по доброму сокровищу своего сердца, по отношению ко греху будет холодным, то есть мертвым, а по отношению к Богу будет горячим, то есть живым. В то время как злой человек, который познается по злому сокровищу своего сердца, по отношению ко греху будет теплым, что означает, что он в силу своего личного выбора откажется платить установленную Богом цену за золото огнем очищенное, за белую одежду, чтобы одеться, и за глазную мазь, чтобы видеть. А следовательно, такой человек не умрет для греха, в силу чего он не сможет быть живым для Бога, чтобы отвечать требованиям Его святости. Отсюда следует, что исповедания веры Его сердца в Его собственных очах будут казаться правильными, в то время как в очах Бога они не будут соответствовать требованиям святости, требованиям истины. Вот я проведу два местописания, что действительно исповедания многих людей, которые думают, что они правильные, и что это исповедания веры, на самом деле являются неправильными. Это они только так думают. Притча 16, 1, 2. Человеку принадлежат предположения сердца. Обычно человек говорит, я предполагаю, я так думаю, я так понимаю. Так вот здесь говорится, это принадлежит человеку, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Не мы взвешиваем слова и самих себя, потому что наш вес зависит от веса наших слов. Так вот не мы будем взвешивать, Бог будет взвешивать на своих весах, как мы говорили, у Бога есть свои весы, на которых Он взвешивает наши слова и нас самих. Притча 21, 2. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердца. Категорию таких людей, которые имеют свое собственное мнение и полагаются на свое собственное мнение в вопросе добра и зла. Бог поклялся извергнуть из уст своих, что означает, что исповедания их слов больше не будут равносильны полномочиям слов, исходящим из уст Божиих. А посему по утверждению Писания светильник таких людей или исповедания, которых не соответствует полномочиям слов, исходящих от Бога, из уст Бога, будет сдвинуться своего места. Это означает, что имена таких людей будут изглажены из книги жизни. И они вместо того, чтобы наследовать жизнь вечную, получат в наследие погибель вечную в соответствии тех исповеданий, которые являлись содержанием их сердца. То есть температура их исповедания была теплыми. То есть, как будто бы они говорили правильно, но это был обман, это была ложь. Они не умерли для греха. Они говорили, но они не были мертвыми для греха, а следовательно, не были живыми для Бога. Состояние такой категории людей образно представлено в уверенности своей правоты и своей самодостаточности, основанной на их собственном мнении о добре и зле, которое, как мы увидели, явно противоречит тому, как рассматривает это Бог. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниши слеп и наг». То есть это не значит, что они в буквальном смысле так говорят, но это значит, что они говорят, «Я так понимаю, я так вижу, и у меня тоже есть Дух Святой». То есть они не соглашаются с тем, кого Бог поставил над ними. И когда того, кого Бог поставил над ними, Бог начинает открывать свою силу и силу своего слова, они начинают противиться и говорят, «Ну, у меня есть собственное мнение, я так не понимаю. Я понимаю иначе, что ты из себя ставишь». Вот как Корей, Дафан и Верон сказали Моисею и Аарону, «Кто вы такие? Мы тоже имеем Дух Божий, мы тоже были на горе Божией, видели Бога. Чего вы из себя ставите? Что вы ставите себя выше народа Божьего?» Но они не ставили себя выше народа Божьего, это была их роль. Никакой пастор, если он воздвигнут Богом, не может поставить себя выше народа Божьего. Это просто его роль, но не его статус. Это Бог рассматривает его в статусе. То есть статус человека будет зависеть от степени его отношения к правилам, к порядку Божьему. Поэтому, чтобы предотвратить гибель данной категории людей и дать им возможность исправить свою сердечную веру в соответствии веры Божьей, которые сделают их полномочия или их исповедания вновь такими же равносильными, как слова Бога, исходящие из узбога, то в данном откровении им предлагаются три условия. Первое. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Второе. Советую тебе купить у меня белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была сормота наготы твоей. И третье. Советую тебе купить у меня глазную мазь, чтобы помазать глаза твои для того, чтобы ты видел так, как вижу я, а не так, как видишь ты. Выполнение этих трех условий призваны соделать температуру наших сердечных исповеданий такими, которые будут соответствовать температуре слов, исходящих из узбожиих, то есть мертвыми для греха и живыми для Бога. Бог свят. Что такое мертвый для греха? Святой. Умерший для греха. На практике мертвый для греха является доказательством нашего освящения и нашей принадлежности к Богу. И главное, на что мы обратили внимание, так это на то, что выполнение этих трех условий связаны не с даром благодати, а с наградой благодати, выраженной в приобретении Царства Небесной, за которое следует платить цену, высокую цену, на которую не бывает сейлов и скидок никогда. Матфея 11, 12. «О дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают Его». Это не дар благодати, это уже награда благодати. Платой за восхищение Царства Небесного в предмете золота огнем очищенного, белой одеждой и глазной мазью является необходимость применить усилия, чтобы умереть для своего народа, умереть для своего дома и умереть для своей жизни. Псалом 44, 11, 12. «Слыши, черри, смотри, и преклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом Отца Твоего, и вожелай Царь красоты Твоей, ибо Он Господь Твой, и ты поклонись Ему». При рассматривании первого условия, выраженного в обретении золота огнем очищенного, чтобы обогатиться за приобретение, которого следует заплатить своим народом, своим домом и своей жизнью, мы пришли к выводу, что золото огнем очищенное эквивалентно елею, благодаря которого горит наш светильник, который в Писании обуславливается возрожденным от Бога духом человека. Притча 20, 27. «Светильник – Господень дух человека, испытывающий все глубины сердца. Если не будет достаточно елея, светильник затухнет. А когда светильник затухнет, то он перестанет выполнять свое назначение пред Богом и будет сдвинуться своего места. А посему золото огнем очищенное – это исповедание веры Божией, содержащейся в нашем сердце, в то, что Иисус является нашим Господином, и в то, что Он воскрес из мертвых для нашего оправдания пред Богом. Чтобы мы могли ходить пред Богом в обновленной жизни, то есть в жизни воскресения, чтобы были совершенными, как совершен Отец наш Небесный. Быть оправданным пред Богом в воскресении Иисуса Христа означает быть искупленным от греховной жизни отцов, но искупленным на условиях Бога, выраженных в том, что Бог взял на Себя ответственность оправдать человека при условии его послушания отвергнуть свой народ, свой дом и свою жизнь». Еще раз повторяю, Бог взял на Себя ответственность оправдать человека и избавить его от суетной жизни отцов при условии, что Он со своей стороны отвергнет свой народ, свой дом и свою жизнь. 1 Петра 1, 18-19. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, то есть от греховной жизни, от генетики, переданной вам от отцов, от злой генетики, от рока, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Доказательством же того, что мы являемся золотом, огнем очищенным от своего народа, от суетной жизни, переданной нам от отцов, включая свою душевную жизнь, является результат огненного испытания нашей веры, которое необходимо для очищения нашей веры от вышеуказанных вкраплений плоти. Иов 23, 10, книга Иова. «Бог знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Необходимо, чтобы Бог испытал нас, чтобы мы вышли очищенным золотом. Петр, развивая эту мысль, апостол Петр сказал, «Осем радуйтесь, поскорбев немного теперь, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, веру и вашею спасение душ». Мы отметили, что само по себе Слово Божие чистое и не нуждается ни в каком очищении, но восприятие этого слова человеком во плоти нуждается в очищении от этой плоти в предмете нашего народа, нашего дома и наших плотских вожделений, то есть желаний, обуславливающих наше собственное мнение о том, что есть добро и что зло. А посему соблюсти заповедь чисто, без вкраплений собственного мнения, возможно, только в одном случае, претерпев различные искушения, восстающие на нашу душу. Следующая немаловажная деталь, на которую мы обратили внимание, в обретении золота огнем очищенного, на которой мы сделали особое ударение, является обретение и причастность к достоинству, выраженному в порядке многоуровневого делегированного посредничества между Богом и человеком, во главе которого воздвигнута и помазана Богом одна личность, человек Иисус Христос. 1 Тимофея 2,5-7 Ибо един Бог единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе не лгу учителям язычников вере и истине. Делегированное посредничество это помазующая власть Бога, призванное Богом действовать от Его имени в границах установленного им закона. В силу такого фактора послушания многоуровневому делегированному посредничеству во главе со Христом призвано происходить строго в границах означенных законодательством Божиим обусловленных в Священном Писании. То, что человек Иисус Христос поставлен Богом во главе многоуровневого посредничества засвидетельствовал пред Своими учениками и Сам Христос по Своем воскресении. Матфея 28,18-20 И приблизившись Иисус сказал им то есть своим ученикам дана мне всякая власть на небе и на земле и так идите научите дана мне от Бога то есть я представляю делегированную власть Отца Он не свою власть представлял Он представлял власть Отца Он говорит она мне дана И так идите научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа уча их соблюдать все что я повелел вам и сия с вами во все дни до скончания века аминь это свидетельство того что Иисус стоит во главе всякой многоуровневой власти которая начинается с наших родителей Ефесянам 6.1.3 дети повинуйтесь своим родителям в Господе ибо сего требует справедливость почитай Отца твоего и Мать это первая заповедь с обетованием да будет тебе благо и будешь долголетен на земле впервые человек встречается с делегированным представительством власти божественной власти в лице своих родителей далее представителями многоуровневой власти Бога во главе которой помазан Христос стоят представители церкви в лице пятигранного служения Ефесянам 4.11.13 и Он то есть Бог поставил одних апостолами других пророками иных евангелистами иных пастырями и учителями к совершению святых чтобы они пришли в совершенство на дело служения для созидания тела Христова доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова то есть пятигранное служение в лице этих людей призвано приводить людей в церкви к совершенству присущему Богу без них без признания этой власти мы не придем к совершенству в существующем в существующем же мире представителями многоуровневой власти Бога во главе которой помазан Христос также стоят определенные люди допущенные Богом к власти которым также следует повиноваться в границах священного писания римлянам 13 1 5 всякая душа да будет покорна высшим властям ибо нет власти не от Бога существующие же власти от Бога установлены посему противящиеся власти противиться Божьей установлению а противящиеся сами навлекут на себя осуждение ибо начальствующие страшны не для добрых дел но для злых хочешь ли не бояться власти делай добро и получишь похвалу от нее ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро если же делаешь зло бойся ибо он не напрасно носит меч он Божий слуга отмститель в наказании делающему злое и потому надо бы наповиноваться не только и страха наказания но и по совести и наконец представителями многоуровневой власти Бога во главе которой помазан Христос является суверенное право каждого отдельного человека во Христе Иисусе устроять из самого себя дом духовный священства святое что на практике означает что мы искуплены кровью Христа Христова и соделаны царями и священниками Богу при условии что мы признаем вот эту многоуровневую последовательность посредничества мы сами являемся посредниками и можем и призваны входить и представлять самих себя перед Богом чего не могли делать израильтяне даже левиты не могли этого делать только сыны Аарона из колена Левийна могли делать это за себя и за других сегодня мы с вами имеем эту привилегию каждый 1 Петра 2 9 но вы роды избраны царственное священство народ святой люди взяты его дел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет поэтому из этого и других мест писания следует что все находящиеся в Иисусе Христе являются избранными совершенными пред Богом в силу чего могут возвещать совершенство своего небесного Отца призвавшего их из тьмы в чудный свой свет а следовательно возрожденный дух человека может и призван Богом представлять посредничество Христа между Богом и своей душой именно эту мысль пытался донести до нас апостол Павел когда писал утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас то есть наделивший нас властью есть Бог второе условие чтобы быть холодным ко греху и горячим к истине то есть живым для Бога необходимо купить у него белую одежду чтобы одеться и чтобы не видна была срамота нашей ноготы выполнение этого второго условия или этой составляющей сделает температуру наших сердечных исповеданий такими которые будут соответствовать температуре слов исходящих из уст самого Бога благодаря чего полномочия наших исповеданий будут равны полномочиям слов исходящих из уст Бога именно это говорил Христос когда сказал все что скажете по вере вашего сердца будет вам не то что вы захотите потому что сегодня люди думают что они будут болтать болтать и все будет они говорят я говорю я говорю нет когда это будет вера сердца а мы знаем есть вера Божия это приказ который мы вмещаем свое сердце и потом есть вера наша которая подчиняется этому вера это послушание слову Божию вере Божией вот когда я подчиняюсь вере Божией когда Бог говорит иди по воде а не когда я сам иду по воде когда Бог говорит иди по воде и я повинуюсь и иду по воде тогда происходит чудо это слово действует точно так же как слово Божие «В силу чего с позиции уже имеющейся у нас праведности мы сможем творить правду, а иначе пустить в оборот имеющиеся у нас серебро искупление наших душ и таким образом приготовить себя к получению печати праведности в весоне чистом и светлом, символизирующим как вхождение в Царство Небесное, так и власть представлять это Царство, то есть быть светом, присущим нашему Небесному Отцу». Давайте прочтем это местописание. Откровение 19, 1-8. Это совершенно другое место. Здесь говорится уже не о белой одежде, а о весоне чистом и светлом. Это совершенно разные одежды. «После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя!» «Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу». Речь идет об этих многих званных, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кров рабов своих от руки ее. И вторично сказали «Аллилуйя!» и дым ее восходил во веки веков. Дым званных. «Тогда двадцать четыре старца, четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь!» «Аллилуйя!» И голос от престола и шел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его малые и великие!» И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей, жене, которая себя приготовила, облечься, висон чистый и светлый, висон же есть праведность святых. Существует как большая разница, так и неразрывная связь между оправданием, которое мы получаем даром по благодати и скуплением во Христе Иисусе в предмете белой одежды, и оправданием в предмете висона чистого и светлого, которое, как печать праведности, дается нам только после того, когда мы, творя правду, приготовили себя, придя в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Исходя из этого, существует как дар благодати, так и награда благодати, которая дается за выполнение повеления инвестировать или же пустить серебро спасения или серебро дара в оборот. Другими словами говоря, дар благодати в предмете белой одежды дается нам только с одной целью и только на одном условии пустить его в оборот, то есть творить правду, чтобы впоследствии получить награду благодати или печать праведности в предмете висона чистого и светлого. Отказ пустить дар благодати в оборот это практически незаконное использование дара благодати, за которое в свое время придет законное возмездие. Неправедный пусть еще делает неправду. Здесь говорится о тех неправедных, которые приняли дар благодати, но не пускают его в оборот. Утверждают, что праведные, но не творят правду, не имеют висона чистого и светлого. И написано, пусть они делают неправду, нечистый пусть еще сквернится, потому что если человек принял оправдание и не творит правду, значит он творит что-то другое. А праведный да творит правду еще, и святые да освящаются еще. Сегриду скорый возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его, как званым, так и изварным дать возмездие. Творчество правды сопряжено с великим подвигом, большими затратами и с большими потерями, включая потерю своего народа, своего дома и, наконец, своей жизни. И только после уплаты такой цены, выраженной в творчестве правды, нам дается печать праведности, выраженная в висоне чистом и светлом, благодаря чему мы становимся светом. Видите, слово светлый, означающее источающий свет, как солнце источает от себя свет. Белая одежда не является светом, а вот светлая – это источающий свет, висон чистый и светлый. Здесь уже говорится о другом формате праведности. Поэтому в Писании белые одежды в предмете дара благодати и висон чистый и светлый в предмете награды благодати отражены в двойных одеждах священника и в двойных одеждах добродетельной жены. Вот смотрите, исход 28, 39, 43. «И сделай хитон из висона и кедар из висона, и сделай пояс узорчатой работы, сделай и сынам Ароновым хитоны, сделай им пояс и головные повязки, сделай им для славы и благолепия, и облики в них Арона, брата твоего, и сынов его с ним, и помашь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». Внимание! «И сделай им нижнее платье, льняное, обратите, невесон, льняное, для прикрытия телесной ноготы от чресел до голений, и да будут они на Ароне и на сынах его, когда будут они входить в скинье и собрание или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем». Видите, есть двойные одежды, есть дар благодати, есть награда благодати, есть белые одежды, есть весон белый и чистый. Двойные одежды. Посмотрите, как говорится о добродетельной жене. Притча 31, 21. «Не боится служить для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды». То есть творит правду. Не только говорит «я праведник», но и творит правду. Апостол Павел, обращаясь к тем, кто уже был искуплен, получил дар благодати, то есть имел эту нижнюю одежду, в предмете дара благодати писал, «старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». То есть вы не увидите Господа без весона чистого и светлого. Вы будете иметь белую одежду, оправдание, но если вы не пустите эту одежду в оборот и не получите одежду из весона чистого и светлого, вы потеряете белую одежду, она будет у вас забрана. Исходя из этого, именно тогда, когда мы творим правду, мы являем святость и таким образом пускаем в оборот доверенное нам серебро спасение, выраженное в даровом оправдании. В силу чего наше исповедание по своим полномочиям становится равносильным полномочиям слов, исходящих из узбожиих. А посему именно только такой род исповедания является оружием света, выраженным в совершенстве, присущем Небесному Отцу. Я приведу одну притчу. Луки 14, 15, 35. «Некто из возлежавших с ним сказал ему, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием». Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать, «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять парвалов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда». Обратите внимание, кого? Нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, «Господин, исполнено, как ты приказал, еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы дом наполнился возлежащими. Ибо, сказываю вам, никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». То есть, вот всех тех, кого он позвал ранее, они были званные. Никто не вкусит из них. Избранные – это те, которые придут, которые будут стоять на границах святости. И посмотрите, эти избранные оказались не совсем благонадежными людьми. Это были калеки, это были люди с каким-то пороком, нищие. А люди, достойные в этом городе, отказались. Продолжение. В Луке 14, 15-33. Я продолжаю. «Когда он сказал эту притчу, с ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой своей жизни, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? И имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить? Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами, противостать идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Я женился, я приобрел пять волов, я приобрел землю. Он говорит, от всего этого вы должны отрешиться. Только тогда вы можете быть моими учениками. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Итак, мы видим, что те люди, которые были званы на брачный пир, убогие, нищие, им дана была одежда. Несмотря на то, что они были убогие, эта одежда, когда они пришли, они выполнили условия. Ведь для того, чтобы прийти на брачный ужин, нужно было оставить свой народ, свой дом и свои вожделения, свои желания, свое собственное мнение. Вот эти люди оставили. А те, кто думали о себе, что они могут различать добро и зло, и у них появилось собственное мнение, и когда их звали, у них оказались более важные дела. Я сегодня с ужасом и с печалью встречаюсь с такими явлениями, когда мне говорят, да посмотрите, кто там с ними остался, посмотрите, кто среди них. И вдруг Дух Святой показал мне, там те, которых весь мир не был достоин, но на самом деле, посмотрите, Павел говорит, а кто вы избранные? Вы самые низкие и самых низких сословий. Вы не настолько интеллигентны, вы не настолько научны, вы не настолько образованы. Но Бог говорит, не бедных ли мира избрал Бог, чтобы посрамить богатых, посрамить значих. Ничего не значащее мира избрал. Пойди по изгородям. Убеди их прийти. Эти говорят, что они праведные. Они уверены, что они праведные. А эти не уверены. Убеди их, что они никогда не смогут быть праведными, если не примут мой дар благодати и не пустят его в оборот. И они согласились. Они пошли. Они оставили свою нацию, свой народ, свой дом. И никто из них сегодня не посмеет кричать «Слава Америке!» «Слава Украине!» Они будут говорить «Слава Богу!» Очень важно. Смотрите, на земле происходят метаморфозы. Люди, думающие о себе, что они праведники, вдруг для них государство становится нечто таким, что они меняют на небесное гражданство, на небесное государство свое государство, на свою национальность, на свои вожделения, еще на что-то, на свой дом, на свой род. Вот мы сейчас будем молиться. У меня нет времени, чтобы сказать о третьем условии, но если Господь не восхитит свою церковь до этого времени, до следующего воскресенья, то мы познакомимся с мазью. А сейчас я приглашаю всех к молитве. Склоним наши головы, будем молиться. И все желающие обрести золото огнем очищенное и весон чистый и светлый, вы можете склониться пред Богом, неважно, как вы видите себя, неважно, какие вы есть. Весон чистый и светлый дается, когда вы делаете решение, оставляете свой народ, оставляете свой дом и наступаете на свои вожделения. И тогда Господь дает вам весон чистый и светлый, и вы являетесь тогда светом до мира. Склоним наши колена, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог на вашей стороне. Он за вас, Он не против вас. Он действительно может обречь вас в весон чистый и светлый, когда вы сделаете решение оставить свой народ, свой дом и наступить на свои вожделения. Молитесь вместе со мной, глаза закрыты. Это один из элементов тайной комнаты. Ладони подняты к небесам. Это один из элементов готовности принять дар неизмеримой благодати Божией. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моим позором, с моими страхами, с моей зависимостью, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово, Твое исцеление в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь. Аминь. Прощаются грехи Ваши, беззакония Ваши, во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим, и помилует Тебя, и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя, и на потомство Твое, и исполнятся на Тебе, и весь народ да скажет. Аминь. Первое послание Коринфянам апостола Павла, глава 11, из 23 стиха. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечерей сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, «Да испытывает же себя человек». Обратите внимание, пусть он контролирует себя, а не соседа, не ближнего. А сегодня многие люди контролируют своих пасторов, не говоря уже о ближнем, а здесь написано «Да испытывает себя». И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. В этом великом таинстве, от которого зависит наша жизнь, наше будущее, наше здоровье, наше благосостояние, наше общение с Богом, может участвовать всякий, кто принял Иисуса Христа своим личным спасителем и запечатлел свою веру крещением водой и заключил завет с Богом. Исключение из этого правила составляют дети. Им не нужно заключать завета с Богом, им вменяется этот завет, потому что Писание говорит, будьте как дети, если вы не будете как дети, вы не войдете в Царство Небесное. Поэтому нам, заключившим завет с Богом, необходимо смотреть на детей. Что же такое в детях? А в том, что дети никогда не судят своих родителей. Речь идет о младенцах. Мало того, младенцы никогда не принимают поношение на своих родителей, чтобы не говорили о них. Они узнают своих родителей по запаху, это говорит о том, что у них хорошо развито четвертое измерение, обоняние. Они узнают по тембру голоса и за другим не идут. Они знают своих родителей. Писание говорит, если мы будем знать человека, которого Бог поставил над нами, то мы будем как дети. Именно такие люди имеют право участвовать в данном таинстве, провозглашать смерть Господа, чтобы начало действовать его жизнь, его воскресение. Если же люди имеют обиду на кого-то, друг на друга, неважно, насколько законна ваша обида. Если она есть, вы не можете участвовать. А если будете участвовать в осуждении себе? Если есть тайны, неисповеданный, неоставленный грех, вы будете участвовать в осуждении себе. Если вы взяты на замечания или же отлучены, будете участвовать в осуждении себе. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опресноке. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело в предмете этого опреснока, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем причащаться к нему, если от него, да будем благословены при лицом Твоим, да придет на нас исцеление Твое, да славдимся мы от всех наших болезней, да будут прокляты в этом опресноке все болезни народа Твоего, какими бы они ни были, на каком бы уровне они ни происходили, мы веруем в это и уповаем на это, когда будем причащаться к телу Твоему, да придет оно на наследие Твое, и да будет оно благословением для Него, во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста. Вы видите, как я преломил. Точно так делаете и вы. Ряд, которому подходят, встают, преломляет каждый сам. Преломление означает смирение. Христос обычно был узнаваем учениками своими во время преломления хлеба, потому что это был знак не только смирения, а смирение в том, что это не то, что израильский народ распил Иисуса, это не римские воины, которым Пилат предал Иисуса, а это мы с вами были участники этого. Это наши грехи распинали его. Мы смиряемся, преломляем, и благодаря этому, что мы признаем, что наши грехи на нем, а он берет их и уничтожает посредством того, что перекладывает их на козла отпущения, и таким образом воскресает, давая нам пример, как мы должны воскреснуть, что мы должны освободиться от грехов. Поэтому в нашей голове не должно быть образа Христа, который находится с нашими грехами. Он взял грех, умер и воскрес. То есть смерть говорит о том, что он воскреснет. И когда он воскрес, то грехов уже не было на нем, потому что они были возложены на голову другого козла, то есть дьявола, который является прародителем всякого греха. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Каждая вечеря Христа, а также израильского народа, пасхальная вечеря, совершалась с песнопениями. И вот одна из песен, которая была учреждена Давидом и пелась на такой пасхальной вечере. Псалом 1. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет и во всем, что не делает, успеет, которое приносит плод свой во время свое. Видите, когда пять неразумных пришли не в свое время, они тоже приобрели и лей, но не в то время. Поэтому дверь восхищения на тот момент для них была закрыта. Здесь нужно принести плод в свое время. Я иногда напоминал стих Некрасова, где он говорит об одной яблонке, и подразумевая человека. На весну своим цветением ты бы всех с ума свела. Что ж ты, яблонька, на осень вдруг взяла да зацвела? Мы знаем, когда деревья осенью начинают свести, заморозки побьют свет, и плода не будет. Здесь написано, что люди, которые не стоят на пути грешных и в собрании развратителей, они приносят плод свой во время свое. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Новый Завет, за чашу Нового Завета, изливаемую в оставление многих грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и мы будем причащаться от нее, да будет она для нас благословением и непроклятием, да не осудит она нас, а оправдает, да получим мы исцеление в этой чаше и жизнь, которая находится в Твоей крови. Благодарим Тебя за эту чашу Нового Завета, изливаемую в оставление наших грехов. Поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Сын Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, которому подходит, встает. Точно так же, как вы участвовали и помогали друг другу в преломлении хлеба, помогите и в чаши. Христос сказал, разделите между собою. Чаша – это Христос, заклонный за нас, на весь мир одна, на все века одна. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Это песня, которая также была учредена Давидом и пелась на пасхальной вечере. Давид составил ее, вернее, она излилась пророчески по вдохновению Духом Святым из его ус и стала достоянием всего народа Божьего на все века. Когда Бог избавил его от руки Саула и от всех врагов его, возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные и потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его, потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева его и изусил его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него, наклонил Он небеса и сошел и мрак под ногами его, и воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом своим, сенью вокруг себя, мрак вод облаков воздушных. От блистания пред Ним бежали облака Его, град и угли огненные. Возгрымел на небесах Господь и Всевышний дал глаз свой град и угли огненные, пустил стрелы свои и рассеял их, и множество молний и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного глаза Твоего, Господи, от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня извод многих. Когда вы слышите эти слова, взгляните на эту руку. Она извлекает, не извлечет, а уже извлекает вас извод многих. Избавляет вас от врага вашего сильного и от ненавидящих вас, которые сильнее вас. Они восстали на вас в день бедствия, но Господь будет вашей опорой. Он выведет вас на пространное место и избавит вас, ибо Он благоволит к вам. Если те, которых нечаянно как-то обошли, встаньте, пожалуйста. А если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.